Камрадский государственный университет на выбор абитуриентам представляет более 20 специальностей на четырёх факультетах, как на контрактной, так и на бюджетной формах обучения. Иногородним студентам предоставляется общежитие, отметил ректор КГУ Сергей Захария. Камрадский госуниверситет, как и все остальные университеты Республики Молдова, завершили первый тур приёма документов на первый и второй цикл обучения, дневная и заочная форма обучения, как по бюджету, так и по контракту. В этом году Министерство образования и исследования определило для приёма в КГУ более 200 бюджетных мест на различные специальности. Однако по итогам первого тура приёма документов не все бюджетные места были востребованы. По некоторым отдельным специальностям педагогического профиля есть недобор и также по специальностям аграрно-технологического направления. Всё же, думаю, второй тур даст возможность студентам, которые не прошли на бюджет по первому циклу обучения и по второму циклу обучения, пересмотреть свои заявления и при желании они могут написать на оставшиеся вакантные бюджетные места. Те абитуриенты, которые поступили на контрактную форму обучения, по истечению определенного срока могут быть переведены на бюджетную форму, отметил ректор. По результатам двух сессий – зимней и летней экземпционной сессии – они могут участвовать в новом конкурсе на занятии бюджетных мест. Второй этап документов в КГУ будет проходить до 14 августа. С 16-го мы будем объявлять результаты уже второго тура, а до 20 августа студенты должны принести дипломы свои в оригинале. Всю необходимую информацию о зачислении или о поступлении в КГУ абитуриенты могут найти на сайте учебного заведения, а также на сайте eadmitere.gov.md. Алена Терзи, Сергей Георгиев, Артем Топал, ГРТ Новости.